Утро на Болткоме И латвийским Майклом Муром для нас является Виталий Манский, чьи фильмы с огромным успехом идут по всему миру на международных кинофестивалях. И Виталий Манский не только кинорежиссер, но и президент фестиваля документального кино Art Dog Fest. Собственно говоря, совсем скоро будет возможность посмотреть фильмы фестиваля у нас в Латвии. И фестиваль проходит и в России. И именно в Риге это будет первый рижский международный фестиваль документального кино Art Dog Fest Рига. И пройдет он с 28 апреля по 3 мая. Ну и собственно говоря, Виталий Манский с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Да, привет, привет всем. Действительно, мы так долго готовились к открытию латвийского самостоятельного фестиваля международного документального кино Art Dog Fest Riga. Он должен был пройти в ноябре прошлого года, но как раз в этот момент Латвия села на такой жесткий локдаун. И мы абсолютно были убеждены, что уж если мы его перенесем на апрель месяц, то будет всем счастье, и все будет открыто, и все будет работать. Но нет. И мы приняли для себя такое абсолютно нестандартное решение. Притом оно нестандартное не то что для нас, оно вообще нестандартное для всего мира. Это, пожалуй, впервые в таком формате будет проходить фестиваль. Мы действительно 28 апреля открываем фестиваль. У нас действительно, если зайти на сайт Art Dog Fest, есть расписание, где указаны время и фильмы, которые будут идти. Но главное новационное отличие от всего вообще фестивального движения за всю историю кинематографа заключается в том, что мы проводим фестиваль с доставкой на дом. Так как у нас закрытый кинотеатр, у нас запрещены массовые мероприятия, но, естественно, в рамках законодательства существует такое понятие, как пузырь. То есть некие сообщества людей, которые легально имеют право находиться вместе. Либо это одно домохозяйство, либо это сотрудники одной какой-то компании, повара в ресторане, которые пищу готовят на вынос. Или там какое-то учреждение и так далее. Врачи, пожарные, очень много разных специальностей, где разрешено находиться людям вместе. И мы хотим этим людям, нашим землякам, нашим, так сказать, рижанам доставить какое-то в этом мороке пандемии, какое-то наслаждение, какое-то удовольствие, какое-то вдохновение от встречи с фильмами. Мы будем привозить проектор и экран устанавливать в этих местах. Я расскажу об этих местах, там разные точки. Кстати, этот лист открыт, и если кого-то, какие-то есть группы людей, около 10 человек и более, они могут обратиться к фестивалю, и мы, может быть, и к ним направим в указанное время, в расписании. Потому что это связано с тем, что мы в определенное время будем выводить на связь со зрителями авторов фильма, которые по понятным причинам не могут сейчас приехать в Ригу, но они в Zoom будут общаться со зрителями, отвечать на вопросы. И даже есть такие уникальные ситуации. Мы договорились, например, у нас будет показ в рижской женской тюрьме, и автор будет отвечать на вопросы зрителей. Или мы будем показывать, у нас тоже в Латвии есть такое большое домохозяйство, одно пастор, у которого 30 приемных детей, это одно домохозяйство. Мы отвезем туда картину и на свежем воздухе, на ферме будем показывать фильм Гунда Виктора Косаковского, фильм о свинье. Наверняка зрители не знают, хотя это очень яркая и уже знаменитая картина. Она вошла в шорт-лист Оскара этого года, она выходит в Соединенных Штатах прокат, там 200 кинотеатров. Продюсер Феникс, между прочим, звезда, актер голливудский этого фильма, это норвежско-американская картина. Ее снял некогда российский режиссер, ну или, так сказать, родившийся в России режиссер Виктор Косаковский. Он, кстати, приедет в Ригу и будет участвовать в наших мероприятиях. Вот мы, так сказать, эту картину о свинье, да, самое главное, это фильм о свинье, которую зовут Гунда. Вот мы фильм о свинье Гунда будем показывать на ферме, где зрителями в том числе будут и свиньи, и петухи, и коровы, и, так сказать, вот одно домохозяйство. И это действительно такой, я бы не сказал революционный, потому что революция вроде бы как должна двигать вперед общество, но это такой очень важный, мне кажется, для людей способ сохранять свою связь с искусством, сохранять свою связь с социумом. И, в общем, какой-то такой посыл оптимизма, что мы не опускаем руки, и мы, в общем, хотим, чтобы кино жило, зрители его смотрели, и чтобы была вот эта очень важная связь с магией кинематографа на большом экране в этих пандемийных, совершенно необычных и таких сложных для нас обстоятельствах. Вы сами заговорили об этом, вот о будущем кино, если чуть-чуть отвлечься, многие, в общем, выражают даже опасение, что за последний год люди отвыкли, ну, как-то разрушилась система мирового проката, когда фильм сразу выходил на разных площадках, где-то можно смотреть, где-то нельзя. Вот не получится ли так, что мы переходим в какое-то новое время в потребление уже, ну, так, цифрового домашнего просмотра кино? Вы знаете, в этом нет ничего ни дурного, ни опасного, и нет ничего, ну, как бы, существует театр, и каждый зритель понимает, в чем отличие магии твоего нахождения в зрительном зале с большим количеством людей вокруг, с реальной эмоцией и энергией, и энергетикой, исходящей от актеров на сцене, и просмотром самой прекрасной, самой профессиональной телевизионной версии спектакля. Не думаю, что кто-то вот сейчас из тех, кто нас слушает, может сказать, что это одно и то же, что он получает ту же эмоцию, когда смотрит телевизионную версию спектакля у себя на самом распрекрасном домашнем экране и прочее, прочее, прочее. И, поверьте, никогда живое общение с моментом вот этим таинством рождения фильма, то есть, может быть, индустриальный кинопросмотр, я вполне допускаю, что он как раз индустриально уйдет на VOD-платформы, на всяческие Netflix, и сейчас у нас в Латвии есть платформы, которые организуют такие показы. И, кстати, сказать, вот накануне фестиваля Splendid Palace организовал показы онлайн моих фильмов, там, по-моему, три картины, можно посмотреть, познакомиться со мной весь, кто не видел мои фильмы. Но это не только не отменяет, а это еще больше привлекает, как бы, внимание к этому моменту фестивального рождения фильма. То есть, фестивали, конечно, сохранятся, и их значение будет только в этом смысле увеличиваться, но еще никто не отменяет и желание человека пойти со своей девушкой в кино, сесть на последнем ряду, посмотреть какую-то романтическую картину, и, может быть, первый раз взять девушку за руку в киноте-зала. И это, так сказать, ну, это же невозможно изъять из нашей жизни. Или, так сказать, пойти с детьми в воскресный день и посмотреть детскую семейную какую-то комедию, и, так сказать, детям купить мороженое, потом пойти в парк. Никто не может это изъять из нашей жизни. Поэтому, да, может быть, такого тотального проката, такого, так сказать, вот с огромными там тысячными залами, может быть, и не будет в будущем у кинематографа, но уникальность вот этого личного общения, личного нахождения и в переполненном зале, а иногда даже и в пустом зале никуда не уйдет из нашей жизни, можете быть уверены. Как говорил герой вечной, так сказать, картины «Москва слезам не верит», не будет ни театра, ничего, пусть сплошное телевидение. Будет телевидение, но будет и театр, и все остальное будет. И даже наскальные рисунки на стенах будут, они теперь называются граффити. Оптимистичный прогноз от Виталия Манского, нашего гостя, продюсера кинофестиваля «Арт-дог-фест». Мы говорим о том, что произойдет, начнет происходить уже буквально на следующей неделе первый полноценный рижский вот этот вот международный кинофестиваль документальных фильмов. Но вот пока вот мы, если можно еще чуть-чуть отвлечься, вы упомянули, что на «Оскар» сейчас вот буквально в эти выходные будет церемония вручения наград «Оскар», и вот буквально накануне Никита Сергеевич Михалков выступил очень резко, разгромив там новые правила киноакадемии, которая, ну, в свою очередь, пытается разнообразить, я понимаю, представления и всевозможных меньшинств. Вот как, можно ли, ну, хотя бы ваше отношение? Ну, послушайте, вот с этого года я член Академии «Оскар». Кстати, насколько, как выяснилось, единственный живущий в Латвии кинематографист, являющийся членом этой академии. И так как это первый раз, я не знаю, буду ли я столь тщательно работать академиком и членом жиле «Оскара» на будущее, но вот первый раз я решил посмотреть все, что требовалось, а это какое-то огромнейшее количество фильмов. И я хочу сказать, что, в принципе, и без этих всех регламентаций, все, что там прописано сейчас, ну, наличие, я не знаю, в съемочной группе людей с инвалидностью или там в фильме присутствия людей разных рас и прочее. Это все и так присутствует, это и так есть. Это скорее, знаете, как вот, я небольшой любитель футбола, но слышал, что есть вот команды некоторые известные, в которых принципиально нет чернокожих футболистов. И в этом просматривается некая не случайность. И вот чтобы не было таких команд, где не случайно нет людей разных народов, разных национальностей, вот против этих не случайностей и направлены эти новые, так сказать, уточнения регламента. Ну, поверьте, разнообразие картин, выставленных на «Оскар», ошеломляющее. Ошеломляющее, там просто, так сказать, ну, а что касается спикера, о котором вы упомянули, он просто живет уже на планете Альфа-Центавра, и несмотря на то, что когда-то сам получал «Оскар», это уже не этот человек. Того человека, который получал «Оскар», уже не существует, он давно умер. И тот человек с Альфа-Центавра, ну, живет в неких своих иллюзиях, заблуждениях, и ссылаться на него или вообще как-либо реагировать на его мнение, мне кажется, в цивилизованном обществе уже даже какой-то камильфор. Давайте забудем. Пусть спокоится с миром. Тот человек, которого мы любили, чьи фильмы мы смотрели, сейчас этого человека уже нет. Ну и давайте уже вернемся действительно к фестивалю, где получить информацию для наших слушателей, где искать информацию. Где предельно просто. Сайт ardufest.com очень friendly. Он на латышском, на английском и на русском языках. Есть расписание, есть описание каждой картины. И действительно, я в данном случае не ради красного словца предлагаю тем людям, у которых есть, которые являются членами каких-то пузырей. Допустим, у вас есть два соседних домохозяйства, которым можно объединиться на лужайке перед своим домом. И вас будет... Ну, мы заинтересованы, чтобы было не меньше 10 человек. Ну, как и положено по регламентации. Обратитесь к нам. У нас есть контакты внизу сайта. Внизу, кстати, есть контакты. Обратитесь. И мы попробуем и к вам тоже привести проекцию, установить в определенное время. Только не вообще когда-нибудь. У нас есть каждый день два сеанса. Там указано время. Начало 3 часа, начало 9 часов вечера. Если вы согласны, хотите посмотреть какой-то конкретный сеанс, и в это время вы готовы это сделать, обратитесь к нам. Мы вас включим в свой список. Мы к вам тоже приедем, установим аппаратуру. И вы же потом будете подключены. Вот почему нам важно, чтобы было точное время начала просмотра у всех. Потому что после этого сеанса мы будем подключать автора, который находится, я не знаю, в Испании, в Вильнюсе, я не знаю, там, в России, в Греции. И он будет выходить на связь и будет с вами общаться. То есть мы будем создавать реальный кинопоказ. Вот не онлайн, что такое, а реальный кинопоказ, когда вы действительно смотрели в группе людей фильм на большом экране, и потом вы общаетесь с автором. И тем самым мы сохраняем вот это, так сказать, магическое ощущение некой реальности в нашем, к сожалению, таком нереальном нынешнем положении вещей. Ну, я не совсем понимаю. Я эти показы... Материальный вопрос, да, сразу. Не то чтобы материальный, скорее технологический. Это бесплатно. Это бесплатно. А посмотреть-то можно будет только какими-то вот этими пузырями, то есть компаниями или в индивидуальном порядке тоже? Нет, минимум 10 человек. Нет, в индивидуальном порядке посмотреть эти фильмы нельзя. Но мы, конечно же, когда чума уйдет, черт твоей матери, когда мы, как сказать, снимем маски, и когда мы выйдем на улицы, так сказать, вакцинированные и свободные, мы, конечно же, проведем показы всех фильмов, которые были отобраны на Ардуфест. И более того, мы планируем привезти всех авторов в Ригу. Это будет такое, как бы, послесловие. Пост-фестиваль. Да, пост-фест. И так, ну, мой оптимизм говорит о том, что август месяц – это вот самое оно для таких показов. И тогда каждый индивидуально, купив билет, придет в кинотеатр Splendid Palace, посмотрит фильм и лично пообщается с автором, и выпьет винца в паре рядом. И вот все это, чем мы раньше наслаждались, все это будет. Но нам просто, почему мы сейчас еще проводим фестиваль, потому что у нас приезжает жюри международное, у нас председатель жюри Антон Долин, у нас жюри Дита Ретума и Артемий Троицкий. Они приезжают в Ригу, и они в Риге, так сказать, назовут победителей, потому что это тоже очень важно. Мы должны этот год как бы закрыть и объявить лучшие фильмы. И затем в августе, может быть, в начале сентября мы все фильмы покажем на большом экране. А сейчас, чтобы создать вот этот праздник фестиваля, мы этот праздник приносим те группы людей, которые легально, подчеркиваю, очень важно. Это не то, что кто-то там соберется, это все должно быть, вот если у людей есть эти требования по социальной дистанции, по раз в три дня делают тесты, вот если эти группы существуют, мы в эти группы готовы приехать и сделать праздничный, ну так, праздник фестиваля. Я сам, между прочим, был, вот у меня мировая премьера фильма «Горбачев рай», которая до сих пор откладывается и не проходит в лиге, хотя это латвийская картина, мировая премьера была на главном фестивале документального кино в самом престижном мире, это Итфа в Амстердаме. И это был первый показ в маленьком окошке, когда один локдаун заканчивался, а другой еще не начался. И по регламенту властей Нидерландов в зале могло присутствовать 35 человек. И вот представьте себе, зал Тушинский, который входит в десятку самых красивых кинозалов мира, куда люди покупают за 8 евро билет на экскурсию без фильма, то есть просто, чтобы зайти, посмотреть на эту красоту. Это зал с там 4 яруса балконов для полторы тысячи зрителей, и вот в этом зале сидит 35 человек. Казалось бы, ничтожно мало, но поверьте, эти 35 человек в живом зале эмоционально создают совершенно уникальную магию вот этого рождения фильма, и то, что ты лично там присутствуешь, то, что ты лично общаешься с этими зрителями, то, что в конце концов, вот магия, она же даже не только в зале, магия заключается еще и в том, что я, например, вышел когда из зала, вот закончилась премьера, я выхожу из зала на улицу Амстердама, и первый человек, и это фильм о Горбачеве, человеке, который, так сказать, пытался принести свободу, кому-то принес, кому-то, так сказать, кто-то от нее отказался, как Россия, например, нынешняя, и я выхожу из зала, премьерного зала фильма Горбачев, и первый человек, которого я вижу, он буквально первый человек стоит в центре улицы, Светлана Тихановская. И это, вот эти фантастические вещи, они могут быть только в реальном мире, они не существуют в никаких этих виртуальных реальностях, это вот то, что и это и есть фестиваль. Я вот сейчас вернулся пару дней назад из Швейцарии. К сожалению, к сожалению, мы живем в реальном мире. Да, у нас сейчас должны быть новости. Нас уже наказывают звукорежиссеры, простите бога ради, что прервали. Виталий, мы берем с вас слово, что мы обязательно сможем связаться с вами еще и действительно поговорить и о фильме Горбачев рай, и поговорить, может быть, о каких-то вот действительно больших вещах. Все, все, договорились, все. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Виталий Манский был с нами, продюсер фестиваля Art Dog Fest. Утро на балконе